София Захарова представляет Северную столицу и ту же группу, что теперь уже экс-лидер в таблице Полина Свериденко. Что касается этой спортсменки, а о ней в комплементарных тонах уже успел высказаться Максим Траньков. Мне, так сказать, понравилось, как невзирая на авторитеты, спокойно и раскованно ведет себя в интервью эта фигуристка. Но, собственно, и в короткой программе она тоже очень понравилась, сделала практически все и практически чисто. Саундтрек «Кмулин Руш». София Захарова на льду. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мне очень понравилось и катание тоже. Хотя, конечно же, стартовый каскад самый дорогой прыжковый элемент в этой программе. Луц, тулуп, 3-3. Не получился Сони. Падение ему завершен был. И я даже не понял, почему. Потому что все вроде бы было сделано здорово. Никуда не завалилось. Шикарно выкатилось Луца. Это пристегнуло треной тулуп, но где-то что-то дрогнуло внутри. И оказалось, на льду Соня. Но после этого все остальные прыжки очень хорошего качества были выполнены. Думаю, что она получит хорошие за них плюсы. И в программе очень игриво, очень с настроением, соответствуя абсолютно музыке. То есть не выпало из программы. Я считаю, что прокат очень и очень неплохой получился. Прокат получился очень задорный. И что в очередной раз хотелось бы отметить. Спортсменка после стартовой неудачи, а на каскаде Луц, тулуп, это все-таки действительно неудача. Она не столько не дрогнула. И эта неудача не повлекла за собой, как снежный ком и остальные помарки. Напротив, все остальное было сделано фактически безупречно. По настроению не было заметно, что вначале случилось вот это вот непредвиденное обстоятельство. Ну и плюс к этому хочу заметить, что София Захарова, между тем, является самой юной участницей этих соревнований. Она моложе и Соня Акатьевой, про которую мы говорим, что она ближайшее блистательное будущее. А вот уже и следующее поколение, ну пока еще не поколение, но девушки уже следующего года рождения подрастают, дебютируют и показывают себя очень классно. Я очень уверена, да, действительно. Сразу видно, что говорила она мне в интервью, что она прямо испытывает удовольствие от того, что зритель на трибунах, что она очень любит. И что как раз она тренируется как раз для того, чтобы как можно больше людей увидело ее катание, поддерживало ее. И для нее это настоящее удовольствие кататься при большом скоплении народа. Ну, лично мне показалось, что действительно ей понравилось взаимодействовать с залом. Чувствовала спортсменка, что у нее получается. Чувствовала этот отклик со стороны трибун. И вся эта программа смотрелась на одном дыхании. Такое очень хорошее настроение. И полностью попала Соня в это музыкальное, такое позитивное состояние. И не забывала при этом о высочайшей технике и четком исполнении элементов. Ну что же, вот еще одно новое имя, которое мы открываем сейчас вместе с вами. Макс, сумеет обойти Валерию Шульску? При том, что у Сони было падение, но был и запас в два балла. Ну, я думаю, здесь решающую роль, наверное, сыграет оценка за компоненты. То есть, насколько она перекатала Валерию. Да, да, оценка за компоненты у Софии Захаровой оказывается несколько больше. Именно она становится решающей. София Захарова пока в лидерах Гран-при России. 189,3. А впереди выступление сильнейших непропустительно. Мама, бабушка, девушка.